Темные времена для российского спорта. Санкции, наложенные на Москву после вторжения в Украину, закрыли для ее спортсменов двери на главные мировые соревнования. В прошлом году Санкт-Петербург не смог принять финал Лиги чемпионов. Настроения мрачные, и это уже имеет последствия. Год это недостаточный срок для того, чтобы говорить о резких изменениях. Хотя, конечно, по отдельным видам спорта можно делать печальные выводы. Российский футбол стремительно деградирует. Но, по большому счету, мы еще далеки от полной деградации. Хотя, конечно, стремительное падение зрелищности и многих других вещей есть. Футбол – страсть Вани и Андрея с раннего возраста. Они продолжают тренироваться, но признаются, что интерес понемногу падает. Международный Олимпийский комитет рассматривает возможность разрешить российским спортсменам выступать на играх в Париже в 2024 году под нейтральным флагом. Неприемлемо для российского комитета, но вполне допустимо для некоторых атлетов, посвятивших всю жизнь спорту. «Задача Запада сделать так, чтобы мы сами отказались от этих игр. Поэтому очень сложно сказать, но я думаю, что большинство спортсменов все-таки склоняются к тому, что они готовы поехать и под нейтральным статусом. Это понятно, они же отдают очень много сил на тренировках, и тратят свое здоровье, и хотят доказать всему миру, что мы одни из лучших». Российские спортсмены продолжают тренировки, пока МОК думает над своим решением. Украина и Евросоюз выступают резко против, так как, по их мнению, российская политика и спорт тесно связаны.